здравствуйте гости и друзья моего канала с вами марина и мой канал марина и орхидеи посмотрите какой красивый замечательный фаленопсис лека фантастик есть у меня он свел в этом году давно хотела его пересадить ну вот он выпустил цветонос и пока он не отцвел я его не трогала он не только дал четыре цветочка цветонос доращивать не стал вот он его засушил выглядит он прямо скажем не очень хорошо пришло время его пересадить он уже можно сказать сгноил корни которые опускались горшочек надо их подрезать зачистить орхидея у меня голландская она ко мне пришла девятнадцатом году я покупала на сайте xana орхид орхид орхидея была дорогая больше 2000 ну и она меня радовала каждый год цветением после того как она приехала я пересаживала сейчас грунту орхидеи вот до пересадки это серамис и на дне керамзит ну что-то орхидеи то мне нравится сейчас посмотрим и я хочу заглубить ее поглубже посадить горшочек она в двенадцатом горшочки и также и останется в двенадцатом горшочки как всегда помаленечку потихонечку разбираю корешки корешки есть корешки живые но местами они сгнили остались одни тяжи то есть она почему-то начала сохнуть сушить корни влажность летом у меня доходило до 70 процентов вот сейчас она начала падать в районе 40 процентов скоро буду ставить увлажнитель воздуха вот такая длинная шея у этой орхидеи сейчас буду зачищать надеюсь вам видно обрезаю до живого чтобы не было гнилых участков как решить что пора пересаживать орхидею ну конечно же по ее внешнему виду вот такой участок вроде бы хороших корней но они держатся на тяже тоже длинный корень а внизу уже все высохло пересадка орхидеи это скорее медитативный процесс спокойный это не скоростное видео многие просят ставить камеру поближе показывать все поэтапно четко хотя у каждого своя орхидея у каждого будет своя проблема убираю старые листья для того чтобы дать дорогу чтобы была возможность заглубить корни которые уже наросли на шее но они не могут опуститься в грунт из-за этих старых листьев они уже кое-где начали желтеть желтеют правильно от кончиков и таким образом я как бы омолаживаю орхидею я ее не делю но я убираю листья и увеличиваю шею листья у лего фантастик плотные и вы сейчас увидите как многие корешки не смогли пробиться сквозь эти толстые листья следы от этих корней остались на шее в виде темных вот этих точек это корешки они не смогли пройти сквозь листья попутно я зачищаю шею от всех чешуек посмотрите шея длинная меня смущает что вот она такая темная свое время и мазала максимом я считаю что максим помог вообще этот препарат помогает и у меня есть желание укоротить шею орхидеи вот этот маленький листик вырос у меня сразу после того как орхидея приехала и пересадила и сняв вот этот маленький листик корень получит доступ в горшочек а так он только воздушный своих посадках я постоянно использую мух какой-то мух из азиатских орхидей то есть когда приходят орхидеи во мхи я разбираю их мох оставляю но сейчас я покупаю мох сфагнум наш кировский заказываю девочек посылка приходит в районе 10 литров и этого количества мне хватает практически на весь год все принимаю решение убрать эту черную шею вот такой вот клубок корней я отрезаю но шея посмотрите она черная на меня смущает не буду рисковать орхидеи а корни я надеюсь она нарастит корни очень жесткие грубые прям дерево ну такое тоже бывает вот я помыла орхидею укорачиваю последний цветонос с которого она цвела в этом году и хочу подрезать старый цветонос прошлогодний мне нравится вот эти вот ножнички вот этот секатор он по-моему так и называется для орхидеи он продается в леруа мерлен очень удобный и хочу вам показать какая беда приключилась с моей орхидеи не знаю осталось у нее . роста не осталось но орхидея процвела то есть она переключила свои силы на то чтобы выпустить цветонос и вот так выглядит точка роста теперь я буду ждать выйдет отсюда листик не выйдет может быть появится детка прикорневая посмотрим я промыла орхидею и протираю хорошо чтобы ничего не осталось никакой влаги может быть это мои злосчастные трипсы поели кончик листика так и сейчас я приступлю к посадке орхидеи в новый пластиковый стаканчик новый домик я буду использовать немного коры эффект био вот мой мох сфагнум он уже высох но он свеженький это мох с наших болот на дно немножко керамзита чуть-чуть кусочек маха я буду использовать как фитиль для того чтобы он поднимал влагу с 1 горшочка орхидеи у меня стоят на мокрых пяточках для того чтобы корни расположить в горшочке я начинаю крутить сам горшочек и корни укладываются так как мне нужно без сильного нажима постепенно помаленьку повторюсь корни я промыла они напитались влагой и стали эластичные вот так 12 горшочек буду засыпать корой эффект био она где-то фракции 12 может быть 20 миллиметров такая и у меня есть архиата фракция 912 буду использовать обе эти смеси и кору архиату и буду заполнять горшочек давайте я ускорю процесс чтобы было немножко повеселее и вот так быстро и весело и непринужденно я заполняю свой горшочек корой пересадка получается быстро и ускорение в три раза заполняю надеюсь что орхидейке все понравится пролью корешки смочу их также буду повторять несколько дней чтобы кора напиталась влагой потому что сейчас она сухая вот такая вот пересадочка надеюсь вам было полезно это видео обязательно устанавливаю бирку чтобы не спутать орхидею когда орхидей становится много есть вероятность спутать орхидею ну а с вами была марина ставьте лайки подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной всем пока пока желаю вам всего самого лучшего до новых встреч на моем канале